я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня мы с вами коснемся темы тех самых городов и зданий которые возможно закопаны ведь не секрет что и красная площадь центр россии может являться лишь верхушкой того подземного мира о котором мы мало что знаем но исторические фотографии наводят нас на мысли что конечно и раньше были другие цивилизации на остатках которых сейчас мы и расположены есть очень интересные фотографии которые рассказывают о подземном храме василия блаженного который расположен как раз в москве но и сталинские высотки ни капельки не отстают от этого теперь мы с вами услышав рассказ того самого ангела который я озвучил в предыдущем ролике сами пускаемся в путешествие по закопанным городам как же поражаясь всеми этими историческими зданиями потому что сразу же переносится знаете или нас переносит такую эпоху примерно 100 лет назад вот например очередное здание в центре города воронеж 1917 написанную соответственно 1917 года постройки вот таким образом она выглядит ну опять же вам скажу сто лет прошло всего лишь сказать честно в европе здание намного намного лучше и мощнее знаете прям появилось очень сильное желание зайти внутрь попробовать посмотреть все эти деревянные двери и увидеть подъезд видите все в принципе открыто можно заходить вот эта дверь уже стоит более ста лет давайте проникнем сюда внутрь подъезда стены как мы видим все исписаны первый этаж вообще непонятно что здесь находится двери подъезд значит здесь жилой дом видите квартиры чьи-то но очень интересно погулять посмотреть давайте попробуем немножко по лестнице еще подняться до второго этажа в таком историческом здании кстати один раз я точно так же вышел из из парижа я вам покажу может быть этот ролик это рассмотреть французский довольно вот вы открывали и оказываемся во франции представляете открываем дверь из россии прям раз прямиком во францию и вот можем париже ребята заходил в древнее здание парижа и знаете прям открываем вот такую дверь и говорю окно в париж а это дверь в париж только это не в париж а в другое место это мы с вами находимся в городе воронеж вообще я хочу сделать вам маленький сюрприз и оставить знаете мое послание такое небольшое это как обычно сувенирчик такая стеклянная колбочка а в ней мы оставим сохраним для вас небольшой презент это будет 100 рублей ну и с моей главной росписью с моим автографом youtube каналом тут надо понимать что ценность не 100 рублях а именно в этом автографе который лично я оставляю для вас вот она раздумаю что делают памятники или скульптуры исторических лиц в центре россии но это совсем не русские люди вот например вильгельм столь имя кстати знакомая но я сейчас даже не вспомню кто это такой судя по велосипеду может быть ему отдают предпочтение что он изобрел велосипед как вы думаете такое возможно лично я почему-то сомневаюсь и велосипед был изобретен до него потому что я посещала музей велосипедов в голландии это нечто но опять же кто такой вильгельм столь напишите пожалуйста в комментариях может я что-то забыл или вообще не знаю вот знаете можно ходить гулять около этих различных исторических зданий и наблюдать особенности здесь конечно выполнена арка такая пилястры это небольшие колонны эркеры все что сверху сбоку выведено около окошков но в любом случае красота 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 и самое главное понять смотрите зданию 100 лет 100 лет уже но уровень земли не поднялся вы видите вот современный асфальт вот асфальт родной там 100 лет не зданию 100 лет получается что у нас культурный слой ненасколько не прибавился все умудряются ровнять убирать и просто так как сантиметр в год нам рассказывают вот эти сказки такого не существует центр города пожалуйста все сохранено но единственное здесь конечно не засыпалась как я понимаю не вижу подземных этажей все таки мне удалось найти знаете вот рядом современными высотками одно историческое здание прямо в центре города написано в магазине имеются мозги свинина болен вот здесь четко мы просматриваем что есть первый этаж и есть конечно сокольный этаж или подземный хотя все остальные здания вроде бы 1 1 высоты но вот здесь я абсолютно уверен что-то подсыпалась даже хочется на заглянуть камерой но навряд ли мы просмотрим хотя наверно можно будет увидеть что вот так я подсунул не знаю видно или нет наверное кромешная темнота какой-то подвал погреб в любом случае мы посмотрим этот домик потому что мне очень-очень понравился также видите и с обратной стороны если обойти вот они окошки внизу внизу и чуть дальше мы видим даже развалины сарайчики но здание очень исторически конечно заштукатурено вот целое окно под землей но никто же не будет так окно делать значит вот этот дом полностью засыпано вы понимаете вот сохранившиеся рамы со стеклом вы видите что творится прям сделаю сейчас с отдельным фотографиями там люди наверно жительный вот прямой доказательств что все это засыпано представляете очень интересный момент мы с вами нашли сейчас я сделаю фотографию этого окошка чтобы мы зафиксировали вот этот домик все четко видно друзья все четко видно что это дом вот просто напросто но ему если лет сто сто пятьдесят то засыпали вот кстати окно то засыпали в наше время вот пожалуйста первые этажи засыпаны ничего если я пофотографирую я просто исторические точки зрения нравится то этот то есть до дома больше 100 лет но точное время вы не знаете да но если мы сейчас живем в 2021 то есть ну где-то до 2020 года да но еще царской постройки получается да а почему же вот эти первые этажи вот они как бы закопаны и вы не знаете вот стекло не нет но это вы думаете все таки подвал или же реально первый этаж был выше немножко как вы думаете не не мог быть ты этот дом и здание что какого года жда кто основал его потому что вот петли исторически но тут ворота были вот металл мне бы очень хотелось просто узнать а где написано тут просто номер 53 не вижу надпись или где-то еще а вот наверно да дом книга торговца д.а. кашкина где бывал русский поэт а в кольцо в 19 век объект культуры наследия состоит под государственной охраной то есть тогда даже вон видны на фотографии первые этажи немножко подсыпаем но зачем зачем это же были окна то окна засыпает вот этим грунтом эти интересно не мы просто интерес ну да понял хорошо хотя бы мы это почитали сносы повреждения памятника запрещен законом российской федерации но отлично очень интересная тема будем разумеет спасибо что а куда входить можно войти во двор не я во двор не хотела просто окошек хотел поснимать собак я увидел собаку я не пошел меня просто заинтересовали вот эти окошки а тут уже вот ставят пластиковый что-то такое да панк вы было это и вот сейчас мясом торгует еще торговали это у них как разделать а понятно такие помещения ну понял понял а тут никто не живет на первом этаже это жилые все до жилые внутри кошмар да все заброшено все такой стороны но все равно интересно очень интересно здание конечно классно идея самый главный центр города до стоит такой супер современный дом здесь какие-то универсальная клиника и напротив но опять его делать нельзя со его надо просто реконструировать его сносить то нельзя но чуть-чуть да да капитальный ремонт желательно да потому что где-то в европе за границей такие исторические здания их наоборот ремонтируют там как-то у нас забросили все лишь бы только сносить тоже нельзя не ремонтировать не сносить но понятно спасибо вот вы знаете все искал искал эти старые закопанные здания пожалуйста нашел военный комиссариат воронежа и весь первый этаж точно также закапывается ну или скажем находится в цоколе мы четко видим что половина окон внизу опять же тут вопрос такой двоичный возможно его закопали возможно так и был предусмотрен на там но опять же если взять что это историческое здание то скорее всего закапывалось вот тут вот арка сразу же видно что этому скажем дому той же более 100 лет вот этот домик выглядит вообще как голландская постройка сейчас я вам покажу государственная автошкола но вот европейское полностью здание таких очень много в германии в голландии в дании а мы находимся в россии воронеж здесь идет реконструкция тоже очень наверное классный исторический домик но весь за лесами спрятан мы не можем его рассмотреть понимая что в каждом городе полно таких домов но мы с вами должны рассматривать именно все дома все места все здания потому что это очень важно вот впереди себя вижу еще один домик закопанными окошками прямо не с первого этажа его цокольной все четко просматривается что все все она здесь закопана продается здание участок 22 гектара или 22 чего-то там вот этот домик продается жалко что в россии конечно почти ничего не скажем реконструирует много разваленных старых домов хотя вот с левой стороны прямо сделали все четко и красиво я смотрю тоже историческое здание но облагородили опять же не должны все перестраивать так чтобы до неузнаваемости вся историческая ценность здания должна сохраняться это обязательно давайте посмотрим одну очень интересную достопримечательность города это такой исторический корабль который выполнен в принципе в наше время но реконструирован называется года прийти прейдестинация вообще-то он был такой в 1700 году и сейчас вот произошли так скажем но изменения или новые постройки в данном случае реконструировали ли я думаю возвели конечно совсем новый кораблик если посмотреть то огромные пушки у него ну скажем так он не прогулочный скорее всего хотя вроде бы пришвартован я скажу что просто можно по нему полазить выглядит как он как пиратский такой очень интересный кто будет воронеже обязательно посетите это место это прям центр набережной здесь право храм расположен и вот такая вот интересная скажем ну не лодка реальный корабль пиратский очень интересный цена взрослого билета 300 рублей вот таким вот образом выглядит задняя часть корабля положен киль в 1698 году ноембря 19 с пошень 1700 апреля 28 без дела было 8 месяцев вот такая вот интересная надпись сзади вот этого исторического нашего корабля ну скажем выглядит у нас достаточно шикарно здесь у нас дальше идет набережную не набережной небольшой такой пляж можно сказать здесь вот много песка глубина сразу начинается большая но некоторые люди гуляют ходит кто как вы когда-нибудь обращали внимание что древние пушки вообще оружие раскрывает достаточно много секретов ну во первых как скажем изготавливали во вторых для чего с кем воевали воронеж 1700 год пожалуйста написано все сохранено в целости и сохранности вы понимаете какой был флот различные крепости форта диаметром может быть 12 может быть 14 10 миллиметров не знаю точно имеется ввиду ядра и вот так вот они выглядели нижняя часть сделана из дерева дерева ведь тоже же сохранилась получается множество лет я вам скажу если пушка 1700 года то и вот это вот крепежное устройство тоже ли 300 то есть все что здесь мы видим абсолютно вплоть до колес видите но колеса скорее всего современные и вот эти шпильки может быть современной хотя если это не современная те исторически то вызывает множество вопросов посмотрите какие ровные пластины делали была резьба уже вовсю изобретена все закручиваю завинчивалась но просто фантастические сооружения могу вам сказать так что скорее всего это пушка была изготовлена еще до того как произошло вот это ядерное испытание или бомбежка для всей земли или же сразу же после этого людям дали оружие научили их изготавливать и вот начали выливать вот такие вот гигантские машины здесь ядро вылетал с этой стороны был запал вот эту часть вытаскиваешь закатываешь ядро порох бух-бух его посмотреть какое огромное количество пушек здесь расположены прямо на набережной чтобы люди помнили или вспоминали или верили что существовал 1700 год ну-ка наверное он существовал на вопрос том это было до потопа или перед потопом и либо же до ядерной войны или после ядерной войны вот это самый главный для нас момент вот попалась одно очень интересное местечко у меня и вы знаете вот эта стена опорная с правой стороны река за домом она не видно достаточно далеко сохранилось ли двести-триста вы можете это видеть своими глазами кирпичи немножко пошелушились но в любом случае сохранили свою прочность представьте какое было качество тогда двести-триста лет назад что дома стоят а у нас сейчас наш белый силикатный кирпич в принципе ничего не стоит здесь видно что подпорная стена уже более современная но точно так же делают и за границей эти же кирпичи прям вот реально вот знает не крошится ничего может быть есть какие тут крошки раздробленность кто-то бил кувалды ну в любом случае кладка сохранилась лет 300 поэтому все что делали раньше дорогого стоит и это действительно было качество прямо на века на столетие на двухсотлетие есть уже прямо наверху очень интересное здание она в наше время видно что заштукатурено замазано кое-как прям вот так вот аляписто но башня и все что видно вот здесь наружу говорит о том что это очень историческое здание она в принципе не ремонтировалась единственно что его подштукатурить подкрасили в этом здании с 1825 года по 1917 размещалась мещанская полицейская часть ну кстати и пожарная вот еще есть табличка полицейская часть пожарной каланчой и немножко фотография вот здесь прорисована ну кстати на фотографии она выглядит чуть-чуть по-другому сама даже башни башни с пикой но может быть там пика есть я пока что не разглядел в любом случае этому зданию уже реально 200 лет стоит в воронеже то есть 200 лет может быть мы и живем давайте посмотрим очень интересную скульптуру самуил маршак и летающая девочка как она держится большой большой вопрос но по факту вот таким образом все выглядит самоил маршак держит птичку в рукаве и девочка тоже полетела как птичка у нее выросли крылья видите и стала она ангелом вот до чего могут сказки довести вы представляете у нее дудочка очень интересный памятник такой скульптура но ищем что-то новое знаете вот заинтересовал меня еще один памятник который стоит в центре города памятник императору петру великому и почему-то написано 1860 год такое впечатление что этот памятник стоит здесь уже получается 150 лет правда это или нет хочется услышать ваше мнение расскажите об этом подробнее кто хотя бы видел этот памятник что он здесь был расположен в тоже от воронеже ну лет 50 назад 40 может быть 60 потому что по факту здесь написано что император первый стоит здесь 1860 года не может быть же это его дата когда управил мы все знаю что правило там в 1700 году почему именно эта дата она абсолютно новая стоит на этом памятнике кстати некоторые буквы или оторвались или кто-то их оторвал очень хочется услышать ваше мнение неужели 150 лет стоит этот памятник итак друзья самое главное что я хотел для вас оставить это мой маленький презент 100 рублей с подписью youtube канал паша девичков в общем вот это десяточки точнее десяточка соточка тут еще есть там и десяточка железная внутри под крышечкой мой подарок как обычно вы знаете я замучился искать куда можно ее положить вообще весь город обходил думаю как же вам оставить маленький презент ну скажем воронеж нашел здесь место сейчас я попробую положить ну вот я не знаю положу нет может выскочит попробуй поставить вот я поставил ворона стоит видите где она теперь стоит теперь нам нужно найти это место чтобы вы точно знали в общем она вот эта бутылочка под железной вот такой металлической крыши надеюсь и не зальет место в принципе сориентироваться очень легко сейчас я вам покажу прямо точное расположение любой человек кто живет в воронеж бывает воронеже прекрасно определить все это место секундочку вот здесь у нас с вами вот прям мы идем идем и сейчас я знать как мы дойдем до памятника еще раз от памятника дойдем до этого места понимаете вечный огонь вон горит на здесь памятник воинской славы можно сказать каждый из вас знает эту площадь кто живет в воронеже но и вообще смысл такой вечный огонь памятник поворачивайтесь вот здесь вот детская площадка вот так вот можно пройти по кустам можно конечно пройти по дорожке это я вам просто немножко покороче показываю путь в общем вот так можете пройтись как угодно идете 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 чтобы нам прямо это место точно найти так вот видите здание вот это вот крыша справа какие-то машины ставят но двориком и прямо вот здесь вот вот она крыша вот она место вот и закончился осмотр всех достопримечательностей и таинственных мест города воронеж а мы будем продолжать поиски всех засыпанных городов зданий по всему миру говорю вам до свидания мы скоро увидимся поехали пока и бум